итак приветствую всех друзьям и в этом ролике я предлагаю вам ознакомиться с проектом virtual роли play vrp сокращенно как же здесь можно существовать с чего начать какими делами позаниматься в первую очередь так сказать гайд для новичков для вновь пришедших ну и встречает нас проект вот такой вот заставочкой на которой изображена кнопка play на которую соответственно мы с вами и нажимаем открывается игровое меню в котором вы можете настроить своего персонажа поменять какие-то аудио или видео настроечки но самым важным чтобы я хотел порекомендовать это изменение настроек видео а именно за позицию hit up display сокращенно худ это визуальная составляющая интерфейса игрока ее надо поставить в положение маленькая так как все игровые таблички настроены именно под худ маленького размера для комфортной игры предлагаю вам проделать именно вот это меняем худ на маленький нажимаем кнопку играть и перед нами открывается вот эта вот страничка перед вами три карты altis намальск и чернорусь изначально они все будут гореть голубым цветом кроме намальска намальск это нейтральная зона и жить там нельзя вы выбираете в каком государстве вы хотите жить это повлияет на точку появления вашего персонажа на соблюдение законов того или иного государства ну и конечно же на визуальную составляющую так как это две абсолютно разные карты со своей архитектурой со своей природой со своими ландшафтами во всем остальном вас ничто не ограничивает вы вольны существовать жить развиваться строить бизнесы или покупать недвижимость на любой из представленных карт я же для демонстрации выберу одну из самых распространенных и привычных для большинства игроков карт altis туда мы и зайдем итак мы на проекте virtual roleplay vrp live что же нам делать начнем с того что никаких начальных работ привычным некоторым игрокам по типу доставщика посылок почтового агента землекопа или что-то еще здесь нету с первых шагов игрок предоставлен сам себе и волен выбирать свой путь развития так как он хочет и пользоваться теми механиками которыми предлагает ему воспользоваться этот проект так с чего же начать вариантов развития ситуации много и некоторые из них мы может быть рассмотрим следующих гайдах а сейчас коснемся самого простого и легкодоступного способа развития ну а если чуть поконкретнее то я имею ввиду рыбалку именно с рыбалки я предлагаю начать первые шаги на проекте virtual roleplay а для того чтобы вам было проще разработчики разместили все ключевые точки в пошаговой доступности от точки появления вашего персонажа ну а посему мы направляемся в город пергас с целью посещения магазинов и тут уже каждый наверное волен выбирать то что он хочет там купить естественно это рюкзачок из того чтобы я посоветовал для начала это лопата потому что нам нужны черви но и спички для того что прожечь огонь все остальное выбирает каждый как хочет закупаясь изначально в магазине лучше всего конечно же исходить из того сколько вы планируете провести время на проекте ну ладно берем рюкзак берем лопату берем спички и возвращаемся обратно на пирс именно в этой точке наш персонаж появился изначально там же и расположены магазины водной техники и снаряжение для рыболовства магазин рыбачок но по пути к этому магазину там же возле пирса вы можете накопать червей именно для этого мы и брали лопату вы можете сэкономить время и купить эту наживку в магазине а можете сэкономить деньги и накопать соответственно червей самостоятельно выбор только за вами я же выбрал накопать червей чтобы не тратиться на первых порах дальше проследуем по вдоль пирса к магазину рыболовных снастей который находится в самом самом конце для удобства получения водной техники на тот случай если вы захотите рыбачить не с берега а в открытой воде но так как я новичок лишние траты мне ни к чему поэтому ловить рыбу мы будем тут же на пирсе ну проходим в магазин в котором в свою очередь нас интересует первым делом удочка и дальше есть выбор между катушками я бы не рекомендовал покупать сразу же дорогую она не особо лучше но она ускоряет этот процесс я бы наверно порекомендовал купить все таки подешевле мы только пришли денег не особо много и они нам еще понадобятся также вы можете заметить что здесь можно и купить червей не обязательно их копать стоит это всего лишь 5 долларов но я например накопал сэкономив тем самым долларов 50 после покупки забираем содержимое корзины к себе в инвентарь но даже если вы пропустили этот шаг и забыли забрать все что вы купили наживка из корзины можно вернуться все что вы взяли весь товар будет вас здесь ожидать возвращаемся забираем и идем дальше но далеко ходить не обязательно рыбу можно ловить как с берега так с пирса с набережной в общем везде где есть вода выбираете место какое вам удобно хотите с друзьями хотите где-то вдалеке в одиночестве все это зависит от вас выбираете удочку из инвентаря перетаскивая ее в свободный слот далее если у вас есть наживка то буквы r мы ее насаживаем на крючок и все что от вас требуется это закинуть удочку удочку можно закидывать используя стрелочки стрелочки вверх вниз это дальность броска стрелочки вправо влево это глубина от дальности броска и заглубление наживки зависит какую рыбу вы поймаете после того как рыба клюнула будет характерный всплеск и дальше левой кнопкой мыши мы ее подтаскиваем вся пойманная вами рыба весь ваш улов будет автоматически складываться вам в рюкзак где вы сможете ее разделить разделить вы можете прямо не вынимая из рюкзака а можете выложить и посмотреть на свой улов точно так же можно его и поделить разделить с друзьями разделить на экономическую составляющую оставить более дорогую рыбу для продажи но а в например маленькую рыбу оставить себе для питания ее можно пожарить но и жареную рыбу тоже можно продавать о чем мы коснемся чуть позже ну и после того как вы разобрались со своим уловом какую-то часть вы решили продать а может быть решили все продать а может быть решили все пожарить или подарить кому-нибудь ну и немаловажно полюбовались той самой рыбой которая лежит на земле тот тем самым уловом которым вы можете гордиться может быть заскринили того самого тунца которого вам удалось поймать что потом показать своему другу ладно складываем все в рюкзак и отправляемся на точку продажи который находится тоже недалеко я уже сказал разработчики позаботились чтобы на первых этапах все точки все ключевые места были в пошаговой доступности и вот одно из таких мест куда вы можете продать свой улов это . продажи товаров на экспорт выглядит она вот таким вот образом сюда мы проходим заходим в сам магазин взаимодействуем с табличкой и вот пожалуйста вся та рыба которую вы поймали автоматически определяется определяется и максимальное количество клавишей а вы добавляете этот пункт или клавишей d наоборот удаляете если вы не хотите продавать весь улов а только какую-то часть то вписываете в строку над плюсом и минусом количество которое вы хотите продать далее нажимаете галочку и сделка состоялась после чего вы с полученной прибылью приподнятым настроением и веселой походкой покидайте данную точку для того чтобы отправиться дальше и тут всплывает закономерный вопрос а куда же дальше ну а дальше вы можете повторить этот цикл который я только что показал для того чтобы обогатиться еще раз а можете попробовать продать жареную рыбу в какие-то частные магазины ну и также с целью экономии ту же самую жареную рыбу можно употреблять самому чтобы не тратиться на продовольство давайте пожарим рыбу какую-то часть оставим себе а какую-то продадим ну и для того чтобы сделать жареную рыбу нам нужен костер соответственно нужны дрова и соответственно нам нужен топор топор мы покупаем в том же самом магазине где и брали лопату ну а спички я купил заранее и также мы с вами приобретем наш первый автомобиль делать этого вообще не обязательно я уже неоднократно сказал что разработчики позаботились чтобы все ключевые начальные точки были в пошаговой доступности но чтоб сломать эту непокорную систему мы купим свой собственный автомобиль и на нем мы поедем дальше в автосалоне который находится также в пошаговой доступности разработчики подготовили два варианта бюджетного транспорта зависит все от того на какую карту вы зашли на чернорусе это естественно российский сегмент на алтисе это какая-то простенькая иномарочка вот это иномарочка на ней там мы и остановимся ее мы и приобретем быстренько окидываем взглядом весь оставшийся транспорт просто для того чтобы начать понимать и разбираться в экономике этого проекта выбираем цвета нашего автомобиля быстренько на него любуемся и отправляемся в дальнейшее путешествие нам нужно собрать дрова создать костер пожарить рыбку и ее продать чтобы сделать костер мы уже купили топор купили спички теперь нам нужны бревна для этого нам надо выехать в любой лесной массив деревья рубятся абсолютно в любом месте но если вы хотите заниматься этим профессионально нужно посетить специальное место выделенная делянка только там будет идти вам опыт ну а если вам нужны просто дрова как в нашем случае рубите абсолютно любое дерево выдвигаемся в лесной массив выходим из машины и приступаем к рубке деревьев после того как мы уже нарубили деревьев складываем их либо в машину либо в рюкзак и выбираем место удобное для вас комфортное или уютное смотрите сами любое место где мы будем делать заготовки то есть будем жарить рыбу после того как вы определились с местом где вы хотите развести костер заходим в инвентарь выбираем бревна кликаем по ним ждем непродолжительное время и костер готов осталось его только поджечь ну а для этого мы специально еще в начале ролика купили спички помните я говорил что надо купить спички спички лежат у нас в инвентаре но как же их поджечь зажимаем кнопку windows у нас появляется зажечь костер зажигаем и все вуаля костер готов точно также заходим обратно в инвентарь выбираем ту самую рыбу которую мы оставили для жарки клацаем на нее и все пошел процесс приготовления жареной рыбы все зависит от того сколько вы хотите ее пожарить если у вас много придется потратить время если у вас немножко для себя то это конечно же будет гораздо быстрее мы не будем жарить всю рыбу а просто сделаем несколько кусочков для того чтобы оставить себе и просто ее продать ну а после приготовления вкуснейший жареной рыбы нам остается только найти частный магазин принимающий продовольствие от населения если такой поблизости есть замечательно если нет просто оставляем себе ну а можно вообще не заниматься этим и остановиться еще на стадии продажи сырой рыбы но давайте посмотрим как выглядит магазин и как мы можем это продавать идем ближайший магазин точно также взаимодействуем с табличкой меню и смотрим по какой цене и какой товар принимает этот частный магазин находим там жареная рыба и продаем наше изделие дальше смотрим если еще какие-то пункты если есть то замечательно можно также например продать и поленья если магазин в них заинтересован продав свою продукцию с наличными в кармане и с благоговенной улыбкой покидаем данное заведение и уходим вдаль в ожидании следующей серии по проекту врп life на этом друзья мы будем заканчивать я показал вам одно из направлений в котором можно начать свое развитие зайдя на проект virtual роли play и таких направлений для развития новичка очень много но это мы все затронем в следующих сериях а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а